Илья, прыгай! Прямо на них! На них! На этих бревнах прыгай! Съемочная группа телепроекта «Тужур» приехала на Алтай аж из самой Уфы. Говорят, не ожидали, что будет настолько холодно, но не жалеют ни минуты. Уверяют, что такого праздника больше нет нигде в России. Нам нужно было снять праздник, который не связан напрямую с Новым годом, а связан с каким-то другим событием. Перебрали все праздники, все регионы, во всех регионах. Уже начались только новогодние фестивали, связанные с Дедом Морозом, со Снегурочками. И нашли только у вас. Какое-то просто чудо происходит. Прилетает 700 лебедей, и мы решили, что едем только сюда. Идею сделать главной площадкой праздника именно туристическую зону организаторы из Алтай-турцентра озвучили около месяца назад. Замысел – расшевелить зимний туризм на Алтае, сделав народные гуляния в заснеженных предгорьях таким же привычным и массовым делом, как, например, весеннее цветение моральника. От себя, скажем, получилось, но не все. Чемпионат по зимнему плаванию отменили, и мест, чтобы погреться, было недостаточно, на наш взгляд. В то же время большинство гостей эти мелочи ничуть не смущали. Очень понравилось все. Казаки, тут маленькие пони, молодежи много, аттракционы есть. Даже, наверное, больше, чем надо всего здесь есть. Мне кажется, интересно очень будет. Студенчество, молодежь, прям жизнь кипит, позитив, радость, смех. По словам Татьяны Сажаевой, директора Алтай-турцентра, нынешняя зимовка во многом эксперимент. И в будущем уроки учтут, чтобы сделать отдых в непростых горных условиях максимально комфортным и увлекательным. Вдобавок, стало ясно, что отелей бирюзовой не хватает, чтобы вместить всех желающих. А владельцев окрестных гостиниц не так просто убедить открыть свои двери раньше Нового года. У нас предприниматели люди осторожные. Они хотят сначала посмотреть, убедиться, а потом уже, что называется, двинуться в потоке. Но мы знаем, что зарабатывает первый, поэтому, надеемся, тот, кто первый поддержал зимовку, он правильно сделал. По данным организаторов, на праздник прибыло больше двух тысяч гостей. В основном из Барнаула, Бийска, Маймы, Ай. На следующее утро центр праздника переместился в советский район, на озеро Светлое, оно же Лебединое. Гостей ждал сюрприз. Сотрудники Краевого Минприроды выпустили на озеро самку лебедя. Ее, раненую, несколько недель назад подобрали волонтеры в Красногорском районе. Ветеринары, подлечив ее, посоветовали выпустить птицу в Лебединое. Специалисты говорят, есть шанс, что ее пара, самец, которого она потеряла после травмы, также зимует здесь. И лебеди, которые выбирают себе партнера на всю жизнь, воссоединятся. Кстати, стало известно, откуда прилетают лебеди. Ради этого два года ученые анализировали перья молодняка. По результатам этих анализов была подтверждена та гипотеза, которая была у нас раньше, что лебеди прилетают к нам из Салихардской тундры, то есть это севернее Томской области еще, то есть это северный прям лебедь, и к нам он прилетает, по сути, на юг. Только на Лебединое в эти выходные приехало больше двух с половиной тысяч человек. Всего же, по данным организаторов, начало зимы отметили в семи городах, десяти районах края. Работало больше сорока площадок. За два дня праздники начала алтайской зимы посетило более чем шестнадцать с половиной тысяч человек. И это только начало. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.